АТОМГРАД 27 декабря объем электроэнергии, выработанной энергоблоками Смоленской АЭС, за все годы эксплуатации превысил 700 млрд кВт-ч. Этого количества энергии хватило бы, чтобы снабжать всю Россию более 7 месяцев. В Смоленской области такого количества электроэнергии хватило бы на 107 лет. 22 ноября Смоленская АЭС досрочно выполнила плановое задание Федеральной антивонопольной службы, а всего через день амбициозный план, установленный концерном Росэнергоатом, выдав в энергетическую сеть свыше 19 млрд кВт-ч. электроэнергии. По состоянию на 28 декабря 2020 года, выработка электроэнергии Смоленской АЭС уже на 9% превысила показатель прошлого года и составила 21,8 млрд кВт-ч. Планируемая суммарная выработка за 2020 год – более 22 млрд кВт-ч. На Смоленской АЭС прошло совещание по вопросам охраны труда с главными инженерами и руководителями служб охраны труда подрядных организаций. На этих совещаниях традиционно информируем о той работе, которая проделана, о наших перспективных планах, об изменениях. Сегодня была представлена большая информация об изменениях в законодательстве РФ и в области пожарной безопасности, планируемых изменениях в области охраны труда. Скажу, что с 1 января в РФ вводятся, обновляются 10 новых правил, которые напрямую коснутся работы и наших организаций. Это и организация работы на высоте, погрузоразгрузочные работы, планируются изменения в правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок. Нацелены на дальнейшее совершенствование нашей работы, на внимание к мелочам. Мелочей в сфере безопасности не бывает. Сейчас на станции организована работа по расследованию микротравм, по расследованию опасных действий. Ну и хотелось бы сказать, как в развитии культуры безопасности охрана труда является одним небольшим, но весомым звеном в развитии культуры безопасности. Подвести итоги года и поставить задачи на ремонтную кампанию следующего года, это стало уже доброй традицией. Все мы работаем на безопасность, и безопасность является главной задачей как для станций, так и для подрядных организаций. За многолетний добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и большой личный вклад в реализацию социально значимых программ атомной отрасли 28 десногорцев отмечены благодарственными письмами генерального директора госкорпорации «Россатом» Алексея Лихачева. Среди награжденных сотрудники культуры, образования, подрядных организаций Смоленской АЭС, представители общественных организаций, школьники. Хочу поздравить вас с этим замечательным праздником и пожелать, чтобы в наших домах было светло, тепло, комфортно, уютно, а все мы с вами и наши близкие были здоровы. Честование состоялось в администрации муниципалитета. В этом году из-за пандемии показ коллекции «Атом Кутюр-2020» организаторы конкурса перенесли в онлайн-формат, участие в котором приняли главы городов, члены конкурсного жюри и гости проекта. Всего выявлено 73 победителя из 889 участников, которые оценивались в пяти основных номинациях. Онлайн-показ коллекции «Атом Кутюр-2020» можно увидеть на официальном сайте фонда АТР-АЭС, который вы видите на экране. Также напоминаем, что с 1 января стартую сразу три конкурса, организатором которых является фонд АТР-АЭС при поддержке концерна «Росэнергоатом» – «Атом Кутюр», «Атомный Пегасик» и «Мультиклипация». Уже полюбившиеся нашим юным талантам конкурсы в новом сезоне готовят еще больше новых номинаций, возможностей и призов. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанцией вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте «Росэнергоатом.ру», а также в официальной группе «Смоленской АЭС» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok